В городе над Бугом тепло, солнечно, многолюдно и спокойно, как и 76 лет назад. По улице не спеша прогуливаются красноармейцы, барышни демонстрируют изысканные наряды сороковых, в переполненных кафе пьют чай, шумят малыши и всюду музыка. Знаменитая танго «Кумпарсита», душевный вальс воспоминания, влюбленные пары сливаются в завораживающем танце. Тематическую обстановку Бреста предвоенного создавали музыканты Брестского городского духового оркестра. Начало войны. Я в Бресте родилась. Помню это. Рада малая была, но помню. Я приезжий из России, из Ростовской области. Услышал о том, что здесь проводится такое интересное мероприятие каждый год. Поэтому решил посмотреть. Очень интересно, очень здорово. Привезу домой прекрасные эмоции. Каждый год ходим на советскую, потом на реконструкцию. Очень все, конечно, здорово, организовано и очень приятно. Жду с каждым годом, все лучше и лучше. Мы часто ходим. Бывает по субботам. Здесь солисты. Очень интересно. И потанцуем. И такое развлечение. Особенно для нашего возраста вообще бесподобно. Центральная пешеходная улица города превратилась в своеобразную ретро-галерею под открытым небом. Буквально в каждом уголке дыхание истории. Без машины времени жители и гости города над Бугом совершили необычное путешествие в последний мирный июньский день 41-го и благодаря двум вернисажам, которые развернулись напротив выставочного зала на Советской. В экспозициях фотокарточки, копии газеты, афиши, бытовые предметы из фондов двух музеев города. Начиная с 1939 года мы показываем документы. 17 сентября, когда мы вошли в состав уже Россия, Советская Россия. И все-все-все фотографии, все новые объекты, которые были построены в тот период. И больница, и библиотека, и фотографии просто жителей города Бреста. Всем интересно, как люди и выглядели в этот период, какие вещи были, чем они занимались, какие были даже фотографии. Все это людям интересно, действительно подходили, что-то они узнавали, что-то говорили, что да, действительно, вот это есть у нас. Некоторые предметы им неизвестны были, спрашивают, что это такое, для чего. Конечно, мы объясняем, показываем. Все, как и 76 лет назад. Перед началом Великой Отечественной войны субботний вечер 21 июня был насыщен событиями. Казалось, что впереди вся жизнь. Под таким названием на музыкально-поэтической площадке Брестского Арбата прошла поэтическая программа. Известные строки Щипачева, Кедрова и других авторов 30-40-х задевали заживое, задевали самое сокровенное в человеке. В унисон с произведениями прошлых лет звучали и стихи о войне современных авторов. Поэтические строки поражали глубиной и искренностью. Навехонький, хрустящий лейтенант, вот только что явился из столицы. Высокий долг у западной границы служить, ведь на слуху опять война. Некоторые к нам подходят и спрашивают, что это за авторы и где можно взять эти книги, чьи стихи читают наши девочки-библиотекари. Интерес большой, мы это знаем не понаслышке. Воссозданный последний мирный день представители старшего поколения вспоминали Брест предвоенный. Молодежь заглянула за занавес 76-летней давности, окунулась в атмосферу того времени и прониклась ею. Буквально на день в пограничном Бресте история ожила. В образах, событиях, настроении. Все было как тогда. Отличие лишь в том, что 76 лет назад обычный летний вечер стал последним мирным вечером. 22 июня началась война и этот день стал трагической датой, навечно вписанной в историю советского народа.